Всех окружили, кто был в деревне, и погнали на перекрёсток. Это было 17 мая. Дети, старики все пешью шли в этот Витебск. В Витебске был конституционный лагерь. Он вначале был для военнопленных, а уже с 43-го года и для гражданского населения. Там проводили сортировку. Загнали в товарные вагоны, причём набивали битком и увезли, мы не знали куда. Мне в это время уже было 7 лет, брату 11. Это был констлагерь «Майданок». Второй по жестокости, по количеству убитых после Освенцима. Констлагерь был обнесён электрической проволокой под токой. По периферии стояли вышки, на которых эсэсовцы с автоматами, прожектора, с сиренами. И злые эсэсовцы с овчарками, с собаками. Лагерь был разбит на 6 полей прямоугольных. Нас поместили на 5-е поле, рядом с крематорием. Мужчин поместили на 4-м поле. Вскоре парень с нашей деревни передал, что дядьку Василя замучили и сожгли. Больше мы отца своего не видели. Рано по утрам выгоняли на так называемый апель. Это вёлся пересчёт в лагере. Перед каждым бараком пятёрками стояли все. В дождь, в мороз, в снег. Всё равно стояли. И если кого-то не досчитывались, то стояли часами. И вот однажды говорят, что кто будет убирать в бараке, выходите женщинам. Выжить легче в лагере, если ты на постоянной работе. И мама тогда подговорила свою соседку, говорит, пошли. И они вышли и стали убирать в бараке. В бараке старшими были польки. Блаковая – это старшая по общему бараку. И штубовая – это старшая по отдельным отсекам в этом бараке. В бараке работа была нелёгкая. Люди больные были, нужно было убирать и нечистоты, и всё. И параши стояли там в углу. Тоже надо было таскать, и всё. Но мать трудолюбивая была. И по вечерам, и ночью убирала комнаты этим полькам. И вот эти польки маму за её труд иногда давали какие-то кусочки ей еды, которые она приносила мне с братом. И я не помню, чтобы там такое что-то... А вот запомнились мне крошки от печенья. Вот до сих пор я их помню. Вскоре я заболела тяжело. Явно больных отправляли в так называемый больничный барак «Ревир». Оттуда редко кто возвращался. Заболел и брат, температура повысилась. И отправили нас в «Ревир». Через три недели проходила там селекция. И слабых отбирали для сжигания в крематории. Брат ухаживал за мной как мог, водичку давал. Жалел меня и передал маме, что я умираю. Я перестала ходить, не смогла ходить. Отекала. И уже меня ждала участь в крематории. Мама, работая, сильно плакала. И однажды бежит эта Блаковая, старшая. Она была такая жестокая, с плетью бегала, строгая. Цопани, Марысю, плачешь. А мама плачет и говорит, цурка умирая. Она матери говорит, не плачь, и убежала. Она связалась с полькой врачом, которая стала меня подлечивать. Давала, помню, микстуру какую-то, такую темно-желтого цвета. И сметанообразную такую массу. И уже подходил срок вот этой селекции. И она разрешила, врач это разрешила, забрать меня, больную, неходячую, в барак. И брата отправить. И снова меня спрятали на верхних нарах. И вот говорят, что Красный Крест будет давать помощь какую-то. Всех детей нужно выгнать за браму, за ворота. И всех детей выставили за ворота. Ну, мама же тоже хотела, чтобы что-то дали и мне. И она рядом с братом поставила меня рядом. Но я, конечно, выстоять не могла. Это не сразу там, что обещали, давали. И она снова меня, я упала там, и она меня снова в барак отнесла. А никакой это не Красный Крест, ничего. Ворота закрыли. И детей увезли. Мы не знали, куда увезли брата до окончания войны. Живой он или нет. Вскоре нас с мамой погрузили в вагоны и повезли. Привезли в так называемый Аушвиц-Биркенау. Та же колючая проволока под током. Те же вышки смерти по периферии. Те же злые эсэсовцы с собаками. И здесь уже больше труп дымилось. Мы жили рядом с крематорием в Майданике. И я видела, какой валил черный дым оттуда. Иногда с языки пламени. И этот дым расстилался по территории зловонием. Удурчающая такая обстановка была. А здесь уже дымил не один крематорий. И здесь нас от вагона погнали в какой-то барак. Шли мы около таких зарослей, кустарник что ли. И я вдруг вижу, горит костер. Я посмотрела. А там в костре человеческие части тела. То рука, то нога. И мне стало очень страшно. Я прижалась к маме, к маминой руке. И так нас пригнали в большой барак деревянный. Но там не было нара этих кроватей, как они называли. Полный барак был набит людьми. И я обратила внимание, что в углу на коленях стояли монашки в черных одеждах с белыми воротниками. Сильно молились. В другой стороне стоял стол, где накалывали номера. Я очень боялась. Плакала, не давалась. Вертела рукой, получила по лицу. И мне чуть ли нескосок выкололи номер. У меня номер. Только в Освенциме в одном лагере нумеровали татуировкой бывших узников. Маленьким деткам, грудничкам, делали на бедрышке эту прививку. И после этого человек уже терял свою идентичность. Не тебе фамилии, не тебе имени. Везде, куда надо, вызывали только по номерам. И перекличку делали по номерам. А потом детей в один прекрасный момент отделили от родителей. Это было что-то страшное. Меня подобрали на верхние нары польские девочки-подростки. Им было по 13 лет. Они забрали на верхние нары меня и еще слабую девочку из Браслова, Аллу Капустину. Нас они подобрали на верхние нары. И нам с ними там было не страшно ночевать, теплее спать. Они нас подкармливали. И помню, оказалось, в другом бараке, дощатый барак. Камин через весь барак, с двух сторон топки. Конечно, для отопления, хотя было в бараке холодно. С одной стороны на нарах жили еврейские дети-близнецы. А со второй стороны мы, банденкиндер, дети партизан, с шильдой вывешенной, что дети партизан. Люди в белых халатах приходили к еврейским близнецам. Мы не знаем, что они с ними делали. Мы дрожали и прятались на этих нарах. Второй раз приходили к нам. Но здесь, в этом бараке, нас лучше кормили. Какие-то лекарства давали, сладкие какие-то напитки какие-то давали. Но все равно это было страшно. Мы боялись. Другой раз приходили к нам. Забирали нас в малую комнату. Там, помню, слева стоял топчан. Голубоватый такой свет. Стоял небольшой стол. И на нем лежали блестящие инструменты медицинские. Заставляли ложиться на этот топчан. То на спину, то на живот, то согнуться. Делали уколы какие-то. Но я больше всего боялась, когда меня садили к стенке. И заставляли открывать рот. И вставляли что-то, чтобы он не закрывался. Глубоко лазили вовнутрь. Это было очень страшно. Потом я помню еще один барак. Помню, в том бараке были нары с большими сетками. Покрытыми пледами, то ли дерюшками, красными дерюшками. И в дверях были красивые витражи. После мы узнали, что здесь находились цыгане. И их уничтожили. Меня освободили в Освенциме в числе 300 детей. Доблестные воины нашей Красной Армии. Первыми к бараку пришла русская разведка. В масс-халатах. И помню, как меня держал на руках молодой солдат с перебинтованной головой. А я ему унылым голосом напевала куплет, куплеты, ну, лагерной песни. Выше головы будьте смелей. Еще две-три большие напруги прилетит дорогой соловей. Он откроет дверь и забрал. Сейчас, сейчас. Снимет платье в полоску с плечей. Успокоит сердечные раны. Вытрет слезы с печальных очей. Но разведка – это надо было видеть. Слезы радости и горе. Женщин и всех присутствующих. Забыть это невозможно, конечно. Продолжение следует. Продолжение следует...